Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали, директор Рижской Золитовской гимназии Светлана Семенкова у нас сегодня в студии. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот мы ещё до эфира успели поговорить. Понятно, что сейчас очень сложный этап у школы. Это те, кто не знает, могут подумать, что, ой, удалённое обучение – это чуть ли не какие-то каникулы. На самом деле работы очень много. Как вообще вам удалось, ну, оперативно, потому что никто не ожидал, что это произойдёт, перевести всё тоже в удалённый доступ, ну, учителя, понятно, что есть и разного возраста, который, может быть, не так хорошо ориентируется во всех этих современных технологиях. Как вы организовывали вообще сейчас работу для учащихся? Вы знаете, нам повезло. Мы узнали об этом 13 марта. Это как раз за день до каникул. И поэтому, собравшись вместе с руководством школы, приняли решение сделать курсы для учителей. И все каникулы мы обучали учителей, как использовать ту или другую платформу для организации отдалённого обучения. Параллельно с этим мы разработали структуру урока, как подавать материал, как ждать нужного результата по итогам работы ученика. И вот эта единая форма, она помогла родителям и детям тоже быстрее сориентироваться, поскольку по всем предметам вот одна форма действий, один логаритм. Поэтому не без труда, не без проблем, но тем не менее, больше было таких хороших отзывов от детей и родителей, что всё понятно, всё происходит. Я понимаю, что школа очень большая и много забот и хлопот по поводу подготовки к экзамену. Об этом чуточку попозже. Но вам самой, ну как директору, как администратору, даётся, ну может быть следить, это не то слово, но каким-то образом быть в курсе, как происходит это удалённое обучение на практике. Можете ли вы как-то подключиться и посмотреть, как проходит, не знаю, там какой-то урок, там вебинар, консультация, вот как это всё происходит? Контролем занимаются мои замы заочи. Но нам приходится, во-первых, и самим участвовать в вебинарах и конференциях. Ну, сама на каком-то уроке, естественно, я не присутствовала. Но я могу открыть Е-журнал и посмотреть те формы работы, те задания, которые учтя задают. Вот такой, может быть, вопрос. Многие сейчас задумались, вот, Светя, чьей случайной ситуации, какова будет жизнь, ну, после пандемии. Будем надеяться, что она рано или поздно закончится. И как вам кажется, вот сам процесс, не знаю, образования, обучения, может быть, он тоже претерпит изменения? Я понимаю, что, ну, будем надеяться, что в сентябре школьники вернутся за партой, учителя в классы. Но, тем не менее, может быть, больше будет теперь использовать эти дигитальные системы, потому что все родители прекрасно знают, что, ну, все равно портфели тяжелые, книги, еще дарба-буртница есть. Ну, все мы знаем, сколько этот портфель весит, да, для бедному ребенку все это тащить. Может быть, сейчас каким-то образом будет пересмотрен этот процесс, как вам кажется? Вы знаете, что касается портфелей, есть вариант. Мы в своей школе для первых, пятых классов обеспечили второй комплект учебников. Очень хорошо, им не надо один дома, чтобы можно было задание делать, да? Совершенно верно, и один в школе. И не надо таскать, да. Но вот в данный период очень тяжело родителям первых, пятых классов. Там фактически без помощи родителя ребенок не может ничего сделать и ничего выполнить. Поэтому, что касается начальной школы, ну, однозначно, ребенок должен посещать учреждения. Второй момент... И вот это как раз показало, да, вот этот кризис? Да, да. Никак не обойтись, да? Да, да. Если у детей... Вот мы живем в деревне Золи Туда, я смеюсь, и на улице встречаешь... Ну, большая деревня, скажем так, да. Но, тем не менее, в магазин входишь, родители, дети... Всех знают. Совершенно верно. Мы знаем друг друга. И я спрашиваю, как дела? Ой, хорошо, могу углубиться, работаю, занимаюсь. Это то, что касается вот шестой, седьмой и старше. А вот этим детям все-таки нужна помощь. Мы и раньше использовали платформы, но сегодня училия работают в три раза больше. Понимаете, как долго можно выдержать такую нагрузку? Если нам придется работать долго, отдаленно, все разбегутся. Даже так, да? Да, это очень тяжело. То есть те, кто не понимает, думает, то подумаешь, из дома там что-то вещает, учитель, да? Начинаются звонки. Кому-то что-то непонятно. Все равно звонят. С утра до вечера, да? С утра до вечера. Училия говорят, что они отключаются в 11 вечера. То есть сегодня рабочий день учителя... Ненормированный. Ненормированный и несоизмеримо длинный. Поэтому, конечно, та система, которая была, дай бог, чтобы она быстрее вернулась. И еще один момент. Школа – это не только знание. Это социум. Это обучение жить в социальной среде, которая, если поставить на весы, я даже не знаю, что важнее. Одно или другое. Да? Оно тоже нужно для жизни. И именно это они получают в стенах школы. Поэтому вот хорошо бы, чтобы мы вернулись в родные пенаты. Вот вы уже упомянули. Я понимаю, что из лучших побуждений по поводу помощи родителям, родителей. Да, но нет ли таких вот опасений, может быть, не то слово, что вот сейчас, ну, поскольку домашнее обучение вынужденное, что зачастую вот эти домашние задания выполняют родители. Ну, по крайней мере, я от своих знакомых слышу, что вот я там занят, не знаю, математикой, моя жена сильнее в литературе или там в русском языке, она в литературе. Я там и по латышскому, я там по английскому и так далее. Я тоже задействован, у меня там младший сын в пятом классе, я тоже задействован, да, насколько я могу. Вот нет такого ощущения, что вот как-то это такое домашнее обучение не столько для ребенка, сколько для родителей. Имеет место быть и такое, конечно. И мы смеялись, что в этом учебном году итоговые оценки у ребят будут намного выше, нежели обычно. Ну что ж, ну поделят вместе с родителями. Такова ситуация. Ну что делать, да? Да. Конечно, если ребят, ну даже если вот на платформах, даже если это в виде конференции, все равно это не каждый день и это не постоянно. Поэтому, ну уж как получилось, как получается. С этим надо считаться. Да, ну в особой ситуации оказались выпускники девятых, двенадцатых классов. Девятых, потому что до последнего времени не было вообще понятно, надо ли, будет ли у них экзамены, не будут. Но потом все-таки министерство и потом правительство сошлись во мнении, что все-таки не нужно мучить девятиклассников экзаменами, только те, кто хотят получить сертификаты по латышскому, пусть дают. Но все-таки насчет двенадцатых классов решили, что выпускные экзамены будут, более того, очно. В школе, вот как вы к этому относитесь, потому что я там беседовал с другими директорами школ, многие считают, что возможно не стоило вот раз такая чрезвычайная ситуация, другие говорят, что надо было сделать один общий экзамен и в него включить все и проверить знания латышского, и английского, и математики, и не проводить три отдельных экзамена. Ну вот ваше мнение. Ну вы знаете, все произошло, ну как оно произошло, но даже вот в данной ситуации, когда министерство определило три обязательных экзамена, а остальные по выбору, то я должна сказать, что у нас много ребят записались на четвертый экзамен по выбору. Ну и молодцы, с одной стороны. Значит, они все-таки, ну уже дальше уделились куда-нибудь поступать. У каждого своя цель, да, к которой они все равно идут, и они об этом думают, и мы заканчиваем экзаменационную сессию в июле месяце, потому что такой предмет, как русский язык и литература, он 7 июля. Июля. Я. То есть уже половина лета пройдет. Совершенно верно. Но тем не менее, вот, поэтому будут готовиться. Да. Вот по поводу готовиться, я так понимаю, что экзамены пройдут, наверное, в особых условиях. Ясно, что не больше 25 человек в помещении, 2 метра, то есть целый ряд мер карантинных, которого вам придется, наверное, предусмотреть, да? Да, сегодня все школы, и мы в том числе, к этому готовимся. Вот уже второй день, по-моему, составляем графики, ищем помещения, потому что параллельно идут несколько проблем. Скажем, надо собрать учебники. Для того, чтобы собрать учебники, надо сделать какой-то график, чтобы дети не пересекались, но все эти учебники надо сложить в каких-то помещениях, потому что каждый учебник должен пройти карантин в 10-14 дней. Параллельно надо много помещений. 25 можно разместить в актовом зале, а вот в классном помещении, ну, в самом большом кабинете можно 15, а в остальных классах по 10 человек. Следовательно, для того, чтобы 100 человек, 80 человек сдали экзамен, нужно много помещений. Надо распределить как-то так, чтобы дети приходили и особо не пересекались, да, найти в разных концах коридоров, найти входы-выходы, дезинфицировать, должны быть дежурные везде. То есть организовать это непросто, но надо. Поэтому готовимся к этому. Ну, вот, я знаю, что на осень, наверное, планируется открытие лаборатории, школа ваша большая, по-моему, сколько вы сказали, 1460 человек, и что это за лаборатория, что это даст, ученика, может быть, уже родители тех, ну, первоклассников, которые пойдут в школу, тоже узнают, что вот, так сказать, новоселье ожидается, да. Ожидается новоселье, ожидается праздник. Это большой успех, что у нас будет новый, современный лабораторный корпус, лаборатория, будут размещены кабинеты или как лаборатория, роботики, программирование, химии, биологии, географии, физики. Поэтому мы ждем с нетерпением и в связи с этим у нас и в школе освободятся классные помещения, поскольку мы не умещаемся, мы живем в таких стесненных условиях, поэтому очень-очень-очень ждем. Да, вот что касается вот этих первоклассчик, ну мы знаем, что всегда по завершении, ближе к завершении учебного года уже те, кто вот должны детей вести в первый класс, записываются, приходят, оставляют заявление, где-то даже очереди образовывались, поэтому сейчас все иначе в этой чрезвычайной ситуации. Как будет происходить, может быть, для тех родителей, которые нас слушают, которые проживают золи туда, да, вот как это все будет происходить? Завтра, 15 мая, последний день регистрации претендентов в первый класс в общую базу данных. Завтра, 17 часов, база закрывается, и тогда мы проверяем списки, консультируемся и с родителями, и смотрим, база показывает, например, ребенок записан как претендент в три школы, но он должен выбрать одну школу, поэтому у родителей есть еще неделя получить письмо или созвониться со школой и определиться и выбрать для себя подходящую школу. и также мы должны отправить письма тем родителям, чьи дети не попадают к нам в школу, тогда родители могут обратиться в департамент, чтобы им помогли, может быть, найти другую школу или сами поискать другую школу. Так происходит этот процесс, мы его начали немножко раньше, мы экономя средства сегодня, мы созванивались с родителями, спрашивали их мнения, ну и собственно, ну практически мы укомплектовали уже первые классы, хотя... Сколько вы планируете этих классов? Пять первых классов. Очень много по нынешним временам. Ну, может быть, в перспективе не будет так много, но всегда у нас много желающих учиться у нас, и поэтому как бы хотели по максимуму удовлетворить желания родителей, дабы было меньше жалоб. У нас помещения не хватает, и мы не всегда можем удовлетворить все запросы. Да, потому что там же связана вся логистика с этим, и обеданы для учащихся, так, чтобы можно было все вовремя распределить. Самое главное, классное помещение. В начальной школе нужно свое помещение. Вот, с этим каждый год проблемы. Если мы говорим вообще об этом образовательном процессе, что касается реформ, их было целое великое множество, кто-то уже насчитал пять параллельных реформ, но вот, наверное, то, что касается вашей школы, это понятно, как и для всех этот компетентный подход, и второе, конечно, связанное с латышским языком, вот, как у вас все это внедрялось, проходит, проходило, я понимаю, сейчас ситуация особая, чрезвычайная, но вот, если без нее не уйти. Значит, вы знаете, мы активные участники всех реформ, поскольку мы принимали участие и принимаем сегодня во всех проектах. Сегодня мы являемся пилотной школой проекта школа 2030, поэтому и вот вчера как раз департамент образования проводил, но даже не только вчера, а вот в течение трех дней шесть школ участников проекта делились своим передовым опытом, то есть рассказывали те хорошие находки, которые родились в процессе работы в проекте. Проект вот был три года, нелегкий проект, и сегодня много проблем и непонятного, но мы выигрываем тем, что наши учителя понимают, что такое компетенцистый подход, наши учителя знают, как построить и провести урок. Собственно, вот мы работали все годы, да, и этот год особенно, и вот скажем, то, что учля умеют очень хорошо спланировать свой урок уже по новой методике, это тоже нам помогло в отдаленном обучении. Что касается билингвального образования и подготовки перехода на латышский язык, мы тоже всегда были одной из таких активных школ по ведению билингвального образования в учебный процесс, я даже получила орден трех звезд за вклад в развитие билингвального образования. Так и было, да, я помню. Да, вот, поэтому как бы тоже отработана своя система. Сейчас ломка, я бы назвала это так, значит, 50% на латышском языке, и 50% или билингвально, или на русском. Да, то есть, вот было наоборот. Но это до десятого класса, да, потому что с десятого? Нет, до седьмого. До седьмого, первые и шестые классы, 50%, да, это непросто, поэтому, опять-таки, нам приходится что-то придумывать, какие-то дополнительные, ну и откровенно говоря, я разрешила учителям, если дети не понимают, переходите на родной, разъясняйте непонятно, а дальше опять на латышском, и потихонечку, дальше ничего не пойдет, да, если... Совершенно верно. Это надо же учебным материалом объяснить. Все равно главное это содержание. Да, надо учить языку, да, мы будем анализировать неудачи и искать пути решения проблем, да, но главное, чтобы дети шли в школу с желанием. А не с каким-то ужасом, да? Да, да. А как учителям, им же тоже сложно, я не имею в виду, что там владение латышством, но все равно они должны понимать, что они преподают на языке, который и для них зачастую не является родным, даже если они его хорошо знают, и для детей. В этом есть, наверное, нюансы преподавания. Одно дело, когда ты преподаешь в латышеской или на латышском в латышской школе, а другое в меньшинственной. Это один из самых больных вопросов для нас, для вот школы нацменьшинств. Да, с частью учителей пришлось расстаться. Даже по этой причине? Да, по причине незнания языка. Причем с хорошими учлями. Остальные учились, учились, учились и учатся до сих пор. То есть, у нас проходят бесконечно курсы латышского языка по своим предметам. Может, терминология, это же все надо понимать. Совершенно верно, совершенно верно. Учатся. Но, тем не менее, есть прогресс, вот вы чувствуете. Да, да, да. Да, может быть, такой еще вопрос, вот, что касается учителей, раз уж мы заговорили, ну, вообще мы видим, по крайней мере, так было до этой пандемии, что с каким бы работодателем мы ни говорили, все жарились на нехватку кадров в любой сфере, вот, какой вы хотите. Естественно, школы тоже не исключение, многие директора школы говорили, что, ну, во-первых, понимаем, что средний возраст учителя уже тоже такой предпенсионный. Одна проблема, вторая, что молодежь в школу не идет, ну, третья, это проблема еще в советское время, потому что мужчин мало в школе, да, все это, наверное, есть, да. Вот как вы все решаете, может быть, вам удается привлекать, не знаю, студентов, которые все-таки хотят быть педагогами, может быть, ваши бывшие выпускники школы потом к ней возвращаются уже в новом качестве. И то, и другое. У нас в школе, вот сегодня, работает 15 выпускников нашей школы учителями. То есть мы пропагандируем... Да. Это хороший показатель. Хороший. Мы пропагандируем свою профессию и, конечно же, своих выпускников, которые закончили педвузы, да, они сами приходят, и мы берем с того. У вас скоро так и динамистей будут, да? Надеюсь, надеюсь. Вот. Второй момент. Мы давно являемся базовой школой Латвийского университета и принимаем студентов на практику, на педагогическую практику. И это нам помогает выживать, потому что дефицит кадров испытывают сегодня все. Ну вот, скажем, у меня прямо в середине года уволилась учительница математики. Хорошо, что студентка по математике проходила в школе педпрактики. И вы могли быстренько... И мы выжили в данной ситуации. А сейчас могут, в принципе, студенты преподавать, да? Да, студенты имеют право преподавать. Привемся буквально на пару минут на короткий перерыв и потом вернемся в студию. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Продолжаем работу в прямом эфире. Светлая Семенко, напомню, в студии, директор Рижской Золи Туцкой гимназии. Вот мы говорили об учителях. Если я ошибаюсь, вы не поправьте. Чтобы привлечь учителей, я так понимаю, что сделали более гибкую систему. И теперь те, кто является профессионалом в какой-то области, у кого есть высшее образование, не знаю, в химии или физике, могут преподавать, даже если у них нет педагогического диплома, но они должны учиться, заканчивать какие-то курсы. Так ли это? Можете ли вы сейчас гибко привлечь? Потому что иногда получается абсурдная ситуация. Там, не знаю, доктор наук может преподавать в ВУЗе, но не может преподавать в школе. Абсолютно верно. И так это и сейчас. Так это и сейчас. Так это и сейчас. Доктор наук по физике или по биологии, он обязан получить педагогическое образование. Правда, разрешается сегодня закончить курсы. Курсы. Минимальное количество там 72 часа, 160 часов, тогда он имеет право. Но он должен иметь педобразование. Ну, хотя бы, хоть есть возможность такая, так сказать, а не нужно специально 4 года учиться. Вот, что касается, может быть, взаимоотношения с Рижской думой, да, понятно, что в основном все, что касается стандартов образования, это министерство образования, тем не менее, учредителем всех школ в Риге является Рижская дума, Рижское самоуправление. Какое у вас сотрудничество, может быть, что вы ждете вообще в свете внеочередных выборов 29 августа, которые у нас запланированы? Будем надеяться, что они все-таки состоятся, их не перенесут. Вот, как вы вообще все это видите, это взаимодействие? Мы очень хорошо сотрудничаем с департаментом образования Рижской думы, да, нашего самоуправления. Там работают суперработники, специалисты, готовые… Они просто чиновники, да? Они просто чиновники. Я на любой аудитории могу сказать, что сегодня такой коллектив в департаменте образования, с которыми приятно работать, от которых ты в любой момент можешь получить необходимую помощь. что касается Рижской думы и выбора в Рижской думе. Мне очень хочется надеяться, что победит партия Гоцкалпу от Ригой, потому что важны лидеры. И сегодня лидер партии господин Буров, не смотря на какую-то критику, но на сегодняшний день более умного, работоспособного, энергичного, требовательного, знающего свое дело работника, я не вижу. жаль, что случилось так с составом предыдущей думы, и очень хочется надеяться, что выбирать новый состав думы будут специалистов, а не двоечников по учебе, я не буду называть фамилии, есть такие, которые обязательно стремятся стать депутатами, которые хотят стать депутатами, людей без опыта, без образования выбирают в депутаты, и они управляют потом городом. Да, вот если мы говорим, может быть, более широко об учителе как таковом, на ваш взгляд, все-таки, учитывая ваш опыт работы и ваш стаж, что нужно сделать, может быть, государству, самоуправлению, может быть, тоже, чтобы повысить престиж учителя, потому что, я понимаю, что зарплата достойная, это одно из ключевых, но вообще, как вы это все видите? Потому что, ну, есть разные мнения, одни говорят, ой, ну, что все время учителя жалуются, и не такая у них маленькая зарплата, у них длительные там отпуска, с одной стороны, с другой стороны, вот вы в самом начале сказали о той нагрузке, которая сейчас особенно такая вот бешеная, нон-стоп, вот, как найти вот этот вот баланс и зарплаты, и поднять авторитет, как вам кажется? Зарплаты у нас низкие, и поэтому, в первую очередь, для того, чтобы шли мужчины, для того, чтобы шли в школу молодежь, нужно повышение зарплаты. А нужны в школе мужчины? Да, да, нужны. Второй момент. Вы понимаете, сегодня правительство только говорит об обязанности школы, обязанности учителей, а у детей, у родителей сплошные права и никаких обязанностей. Вот не мешало бы государству найти баланс и выработать какую-то стратегию по выполнению родителями и детьми своих обязанностей. Вы же не можете полностью подменить семью, правильно? Это и точно невозможно при всем желании. Ну, есть же статистика, что 80%, 85% в развитии ребенка, да, это роль семьи. И совсем немного это роль школы. семья играет большую роль. И во всех странах ответственность родителей никто не снимает, она стоит очень-очень-очень на хорошем уровне. У нас же сплошные права или нарушение прав ребенка. Вот, ну, есть еще, я не знаю, кто-то, стереотип, не стереотип, есть такое мнение, что сейчас вот современные дети, они очень загружены, да, там, чуть ли не, там, не знаю, с пятого, шестого класса уже по семь, по восемь, иногда и больше уроков, кто-то даже какие-то нулевые уроки, и домашние задания задают, в общем, не поднимая головы. Ну, как вы считаете? Ну, многие родители довольны, говорят, ну, мы еще в наше время учились еще больше. Вы знаете, содержание нелегкое, это так есть. Что касается семь-восемь уроков, этого быть не может. Могут быть какие-то дополнительные консультации, могут быть какие-то факультативные занятия, да, как правило, у детей пятого-шестого класса, по-моему, 24 часа в неделю уроки. Второе, сейчас уже многие школы переходят на эту систему, систему сдвоенных так называемых парных уроков. Ну, как в УЗИ здесь существует, это очень правильно. Да, тогда у ребенка в день три предмета, да, он должен готовить домашние задания не по шести предметам, а по трём предметам. Это тоже вот мы в этом году опробовали у себя в школе и дети, и родители по отзывам довольны, что меньше надо заданий готовить. Без домашних заданий жить нельзя, иначе не будет результата. О, это целая наука, целую лекцию можно прочитать, что дает ребенку выполнение домашнего задания. Оно необходимо. Всё-таки вы сторонник домашних заданий. Может, так сказать, такое мнение у ряда учителей, что не, не надо домашнее задание, но зачем? Получается, что учеба после учебы и так далее. Нет. Вы понимаете, что такое урок? Какое-то время урока слушает, а может быть, и не слушает учителя. Какое-то время урока надо работать самостоятельно, а он не хочет работать самостоятельно. Кто-то работает, а кто-то не работает. Какое-то время урока работа в группе, работа в паре. Я тоже могу быть, я могу работать, а могу и рядом И если меня не заставить самого что-то повторить, самого, ну, иногда результаты не образуются. Совершенно верно. Вот я сейчас задам вопрос, такой, может быть, про план Б. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Ну, вот наступит сентябрь, будем надеяться, что, наконец, этот ужас прекратится, и все вернутся в нормальный режим работы, и вы же, наверное, не исключаете, что у части школьников, не у всех, может, даже в небольшой части, может возникнуть такая иллюзия, ну, занимаясь дома, когда рядом родители, мама это поможет, папа, бабушка, все помогут понемножку, другие родственники. Может создаться иллюзия, что я все умею, все знаю, и фактически все в порядке, это вообще прекрасный уровень у меня подготовки. Он вернется в школу, и окажется, что, ну, по крайней мере, по таким сложным предметам, не знаю, физика, химия, математика, может быть, даже языки, что пробел, что оказалось, что когда там рядом родители, в домашней обстановке, где можно всюду посмотреть, подглядеть, попросить помощи, ты вроде справляешься, и тебе кажется, ты сдал, но когда начинается, есть ли у вас план Б, могут ли быть какие-то, не знаю, консультации, потом факультативы, когда выяснится, что по этому предмету отставание, по этому отставанию, это ведь нельзя исключить? Этого исключить нельзя, и это, в общем-то, бывает постоянно, и даже и сейчас, да. Ну, во-первых, что касается восьмых классов и выше, и выше. Там не особо родители, в общем-то, и могут помочь, да. Сегодня есть платформа Уздовуми ЛВ, в общем-то, по которой работают ребята, где они и сами могут себя проверить. Ага, есть такая возможность. Да, есть такая возможность. Поучить проверить. Совершенно верно. Потом, и сегодня они выполняют контрольные работы, в которых, в принципе, родители не особо им могут помочь, потому что содержание и правила, и подход изменился. Что касается консультаций, консультации были всегда, и они будут, по каждому предмету проходят консультации, а дальше он будет самостоятельно наверстывать упущенное. К сожалению, он должен будет самостоятельно все, что упустил, наверстать. Да, что касается тех, кто закончил, заканчивая девятый класс, пойдет в десятый, в отдельных школах, ну, очень популярных, я думаю, вы тоже к этому числу относитесь, ну, поскольку желающих иногда бывает больше, чем возможности, проводятся какие-то тесты, чтобы вообще понять, кто тянет уже дальше, старшую школу или нет. Как вы по отношению, не знаю, к выпускникам девятых классов относитесь? Может быть, к тем, кто после девятого из другой школы хочет к вам перейти? Как вы организуете этот набор? В этом году набор проходит по-особенному. Ну, это можно представить, да. По-особенному. Мне он не очень нравится, но мы вынуждены все равно в этом участвовать. Раньше мы проводили сами вступительный экзамен, потому что, согласно законодательству нашего, поступить в десятый класс может любой. Если двоечник первым напишет заявление в десятый класс, а хороший ученик и сильный сто первым, то мы обязаны взять того, кто первый написал заявление. А вот если мы делаем вступительный экзамен, вот тогда мы можем отбирать, имеем право, согласно конкурсу, результату. Да, может быть, это более справедливо. Поэтому мы и проводим вступительный экзамен в десятый класс. Но в этом году он будет единый для всего города. С одинаковым содержанием. В один день. Не знаю еще, департамент наш разрабатывает правила, порядок, как это будет проходить. Но он будет 15 июня. Сегодня мы ждем заявления на экзамен, на участие в экзамене. Присылают и учащиеся других школ. Ну и будем проводить экзамен. Может быть, такой последний вопрос. Так вот время у нас быстро подходит к концу. Такой приятный, но в то же самое время, с учетом чрезвычайной ситуации, это, конечно, выдача аттестатов. Ну, наверное, прежде всего 12 классов, которые покидают школу. Уже что-то вообще известно, какие-то наметки. Какие? Я даже не могу представить. Будут ли сейчас выпускные какие-то балы? Балы – это, может быть, громко сказано. Какие-то выпускные вечера в свете всех ограничений, которые там есть. Как вы вообще планируете в школе? Мы планируем и последний звонок, который состоится завтра, но, правда, он состоится удаленно. Удаленно. Что-то прозвенит в интернете. Но ребята услышат последний звонок. И мы планируем выпускной. Получают выпускники сертификаты 24 июля. Вот 24 июля мы планируем для своих учащихся 12 классов выпускной вечер. Как он будет проходить? Частями, группами отдельными. Мы еще не придумали. Но должны они одеть свои платья нарядные, красивые. Но все-таки последние идеи в школе надо как-то отметить. Поэтому мы что-нибудь придумаем. Во всяком случае, мы приняли решение, что мы выпускной проводим. Как еще подумаем? Ну что ж, успехов пожелаю гимназии. Одной из самых больших, я думаю, не только в Риге, наверное, в масштабах всей страны. Спасибо большое. Светлана Семенкова у нас была в прямой эфире. Директор Рижской и Золи Туцкой гимназии. Спасибо.